МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Гомеле прошло традиционное августовское совещание работников учреждений образования по теме «Региональная образовательная система достижения проблемы пути развития». Среди участников около тысячи педагогов и руководителей из всей области. Кроме обсуждения насущных вопросов, состоялось награждение лучших представителей отрасли образования, а также педагогов, подготовивших победителей заключительного этапа Республиканской Олимпиады по школьным предметам. До открытия конференции в холле общественно-культурного центра разместилась экспозиция интересных методических разработок. Среди презентованных проектов – дистанционная подготовка к тестированию, интерактивные игры по родному языку и литературе, виртуальные экскурсии и путешествия. Авторы проектов – учителя практики, а главный мотив – использование информационных технологий в образовательном процессе. Ведь все, что связано с компьютером и интернетом, современному школьнику близко и понятно. Задача учителя – направить этот интерес в русло своего предмета. Главное же – не отстать самому. Так считает учитель-математик, под руководством которого областная команда стала лучшей среди регионов на Республиканской предметной олимпиаде. Самому себя приходится укладывать много, потому что за своими учениками приходится иногда их догонять, расти для того, чтобы просто не выглядеть в их лице некомпетентным человеком. Поэтому самообразование огромное. Дополнительная литература, видеокурсы. Как показывает практика, результат стоит усилий. Гомельская область уже не первый год лидирует по итогам Республиканской олимпиады и занимает второе место по результатам тестирования. Кроме того, вдвое увеличилось количество абитуриентов, которые получили сертификаты с максимальным результатом – 100 баллов. Если в прошлом году их было всего 15, в этом уже 35. В Гомельской области уровень образования учителей самый высокий по республике. Вам есть чем гордиться. И мы видим, какие здесь хорошие результаты. Начиная от того, хотя бы, как ваши ребята, представители ваши, какие результаты показывают на международном уровне. Это связано прежде всего с теми, кто работает, начиная от детского сада и заканчивая университетами. Председатель Гомельского область полкома Владимир Дворник в своем обращении затронул актуальные проблемы и обозначил главные приоритеты в новом учебном году. Среди них – повышение уровня качества образования, особенно в сельских школах, привлечение дополнительных средств для укрепления материальной базы, работа с неблагополучными семьями и другие задачи. А тех, кто уже преуспел в их выполнении, честовали под аплодисменты коллег. Среди награжденных – начальник управления образования Гомельского область полкома Сергей Порошин. За многолетний добросовестный труд ему вручена грамота Совета министров. В Мозырьский детский революционно-оздоровительный центр «Сидельники» поступило новое оборудование. Его закупили по японскому гранту. Контракт на 89 тысяч долларов был подписан в ноябре 2014 года. На минувшей неделе в центр прибыли гости из страны восходящего солнца, чтобы своими глазами увидеть, на что была потрачена денежная помощь. С помощью японского гранта центру удалось значительно улучшить лечебную базу. Среди ценных новинок – две современные ингаляционные установки системы обеззараживания, панель для гидромассажа, аппарат для вытяжения и лечения грыжи позвоночника, кафедры для душа «Шарко». Всё это профессиональное медицинское оборудование позволит значительно расширить спектр услуг и увеличить количество процедур. Оборудование хорошее, эффект, конечно, положительный. Если мы могли на одного ребёнка где-то сделать 7 процедур, то сегодня они увеличиваются до 12. Также количество массажей тоже. 5 массажистов, 4-5 человек, они не смогут охватить всех. А с помощью вот этих вот армет, установка, массажные кушетки, мы увеличим количество процедур, и дети получат, конечно же, эффект от оздоровления. Гости из Японии посещали сидельники в ноябре 2014 года. Через 9 месяцев и встретил уже совсем другой центр. Совсем иная обстановка, совсем всё изменилось. Столько разница какая большая, так что я очень рад, очень приятно. Сегодня в сидельниках проходит оздоровление около 350 детей из разных районов Гомельщины. Именно здоровье детей – основная цель финансовой помощи японцев. Гуманитарное сотрудничество двух стран началось ещё в 1991 году. Япония активно помогала Беларуси в преодолении последствий чернобыльской трагедии. В 2011 году после аварии на Фукусиме бесценным для Японии оказался опыт белорусов. Такой практический опыт, который, как сказать, дебактизации, вот это, почвы, воды и так далее, да. И всякий вот род, как можно люди жить в загрязнённых территориях. Вот у вас есть накопленный такой опыт. И мы научили очень много от вашего опыта. Так что японский народ очень благодарен, очень благодарен, вот это как раз помощи белорусской стране. Сотрудничество Японии и Беларуси продолжится и в дальнейшем. Как объясняют сами японцы, вкладывать в развитие мирового сообщества – значит обеспечивать процветание и своей стране. На Гомельщине началась заготовка фруктов и овощей. Кооператоры области приобретают у населения более 30 видов сельскохозяйственной продукции. На данный момент она сразу направляется на полки магазинов. А середины сентября будет вестись закладка урожая в хранилище. В деревне Церковья Гомельского района в этом году очень хороший урожай яблок. Почти у каждого дома, минимум с пятью мешками, местные жители ожидают грузовую машину с заготовителями. После проезда по населенному пункту она всегда полностью заполняется фруктами. Мы заранее перед заготовкой яблок проехали все население, где есть яблоки, объявили людям. И они объявляем, на какой день будем собирать, в какое время яблоки. Они выносят на улицу, мы едем, собираем и сразу рассчитываем. Машина прибывает в каждый из населенных пунктов по два-три раза в неделю. В зависимости от наличия новой партии яблок. Местные жители всегда с нетерпением ждут заготовителей. Для них продать продукцию, выращенную в собственном саду, хорошая возможность дополнительного заработка. Ну, рыбалка к пенсии. Скорее, что купишь свободней. Там мясо я кого-то, конфеты яких-то, водички. Яблоки сейчас закупаются для промышленной переработки. На данный момент населением региона реализовано около четырех с половиной тысяч тонн. Кстати, это самый высокий показатель в стране. Лидируют гомельские кооператоры и по другим видам сельскохозяйственной продукции – картофелю, огурцам и помидорам. Сейчас овощи временно находятся в специальных камерах, где сохраняется оптимальный температурный режим и влажность. Затем продукция поступает на полки магазинов. Закладка в хранилище, общая вместимость которых – 4800 тонн, начнет осуществляться с середины сентября. Можно сказать, работаем с колес, и на складе почти что ничего не задерживается. Раз в неделю, два раза в неделю производим закупки. При приемке продукции сразу делаются отборы проб сектора качества, отводятся в лабораторию, где образцы эти проверяются, и нам выписывается протокол испытаний. После чего мы отдаем продукцию в реализацию, где она уже продается, уже проверенная. Надо отметить, что сейчас по всем вопросам заготовки продукции проходят горячие линии. Все подробности можно найти на сайте Гомельского облпотребсоюза, либо по номерам телефонов, которые вы видите на своих экранах. В Гомеле состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 95-летию со дня создания Государственной статистической службы. Она ведет свою историю с 1920 года, когда военно-революционным комитетом Беларуси было принято постановление об образовании Единого статистического бюро. В начале 90-х годов прошлого века оно было преобразовано в Министерство статистики и анализа, в 2008-м в Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Вероника Ворошилина побывала на торжественном мероприятии. В зале заседаний Главного статистического управления Гомельской области празднично и многолюдно. 95-летие со дня создания Государственной статистической службы Республики Беларусь хороший повод собраться большим дружным коллективом, чтобы вместе порадоваться общим успехом и достижением. К слову, среди приглашенных на мероприятие не только действующие сотрудники, но и ветераны труда. Всегда с гордостью говорю, а я работала в статуправлении, и нас там постоянно приглашают. Так что я очень благодарна руководству статуправления, что нас не забывают, помнят. И мы с радостью всегда приходим на все торжественные даты. Сегодня главное статистическое управление Гомельской области – это одна из составляющих структуры территориальных органов Республиканского комитета. Отраслевые отделы работают в каждом районе Гомельской области. Как и десятки лет тому, большинство служащих – женщины. Они составляют 93% от общего числа сотрудников. Здесь занимаются сбором оперативных данных, отражающих экономическое, демографическое, социальное и экологическое положение в Республике. Обработкой и обобщением информации, без которой сегодня не могут обойтись государственные органы, учреждения и организации. Наша работа является огромным подспорьем для органов власти в связи с тем, что на основании статистических данных, на основании сделанных впоследствии анализа статистических данных, принимаются управленческие решения. То есть, куда пойдет область, как она сработала. То есть, сравнение с прошлым периодом, текущим периодом, дают, в общем-то, понятие того, правильно ли мы идем, правильно ли дорога идет область. Во время праздничного мероприятия состоялась торжественная церемония награждения самых ответственных и активных в своей работе. Они получили грамоты и благодарности от Гомельского областного и городского исполнительных комитетов и Советов депутатов, областного комитета Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений, а также главного статистического управления Гомельской области. Предложили участникам торжества и насыщенную концертную программу с участием эстрадно-духового оркестра и талантливых артистов областного центра. Между тем, сотрудники главного статистического управления Гомельской области также не остались в стороне. Каждый из его отделов подготовил интересный экспозиционный проект, приуроченный к празднику. Они уверены, и в этой, казалось бы, лаконичной профессии есть место креативу и творчеству. На этом наша программа завершена. Смотрите эстафету новостей по понедельникам в 7 утра на телеканале «Беларусь-2». В студии работал Дмитрий Котов. Всем хорошего настроения и удачной недели. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова